Привет всем, с вами Олег Шпагин, школа программирования VicePath. Сегодня у нас с вами урок по коду GameLab. На этом уроке мы с вами научимся создавать клоны наших объектов, то есть создавать копии ваших объектов с теми же установками, которые вы создаете для вашего основного объекта. Например, вы можете сделать дерево и сделать так, чтобы с этого дерева падали яблоки такого же цвета, как ваше дерево. А можете сделать так, чтобы появилась какая-нибудь летающая тарелка и с нее сыпались враги, которые сразу начинают стрелять в вашего героя. Итак, если вам нравятся такие уроки, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Переключаемся. Здесь уже у меня запущен код GameLab. И, конечно, давайте мы с вами создадим наш новый мир для этой игры. Берем New World. И, конечно, выберем, например, вот такой мир. Для того, чтобы было более интересно. Вот такой мир у нас с вами создан. Здесь, конечно, есть уже у нас с вами герой. Давайте на него посмотрим. Вот он, байкер, который может двигаться по этому миру. Если мы запустим игру, то байкер уже поедет. Смотрите, он начал двигаться по нашим путям в этом мире. Очень интересный мир. Конечно, здесь есть дым. Куда без него в больших городах. Теперь давайте сделаем нашу игру. Добавим сюда, конечно, к этому заводу какой-нибудь лес. Сейчас, например, вот здесь вот, вот в этой точке, берем голову, нажимаем правой кнопкой, берем добавить объект. Берем дерево, берем какое-нибудь простое дерево, например, вот такое. Давайте ему зададим какой-нибудь цвет, например, такой. И добавим сюда яблоко. Берем яблоко и тоже ему выберем такой же цвет. Берем голову, наводим на яблоко, наводим на дерево. Отлично. Давайте создадим еще одно дерево сюда, добавить объект, берем дерево, чуть другое дерево и выберем ему цвет, например, вот такой. И также добавим сюда ему яблоко. Берем яблоко добавить и тоже выберем ему такой же цвет. Так, у нас с вами получилось два дерева и два яблока. Теперь давайте научим деревья клонировать наши яблоки. Для этого берем голову, наводим мышку на вот это первое яблоко, нажимаем правой кнопкой, берем изменить установки. Для того, чтобы наш объект можно было клонировать, нужно задать ему свойство родитель. Листаем ниже, вот сюда, родитель, нажимаем, включить. Теперь наше яблоко можно будет клонировать. То же самое сделаем вот с этим яблоком. Берем изменить установки, наводим на яблоко, правой кнопкой берем изменить установки и берем родитель. Тоже включили. Теперь можем сделать с вами следующим образом. Наводим на это дерево, берем правой кнопкой, берем программа. Когда? Будем использовать таймер. Нажимаем плюсик. Случайно. Берем плюсик. Например, каждые три секунды. Что будем делать? Будем с вами из действий создавать. Нажимаем плюсик. Родитель. Например, яблоко. Либо это яблоко, либо это. Берем первое яблоко. Хорошо. Смотрите, что у нас с вами получится. Что теперь, при запуску нашей игры, смотрите, около нашего дерева будут создаваться яблоки. Вот они, эти яблоки. Смотрите, они создаются и падают в этом же месте. Их все больше и больше, этих яблок. Классно. То же самое можно сделать и, конечно, для второго дерева. Берем голову. Наводим мышкой на это второе дерево. Нажимаем правую кнопку и берем программа. Когда? Также берем таймер. Например, каждые пять секунд. Делать. Действия. Создать. Плюсик. Родитель. И берем яблоко 2. Теперь у нас по таймеру каждые пять секунд будет создаваться еще одно яблоко уже для второго дерева. Запускаем. Первое яблоко появилось. Еще одно появилось. Второе появилось. Вот они. Сейчас будут отодвигаться от своих мест. Вот как их рассыпало сразу. Слишком много создалось яблок на одном месте. Классно. Теперь у нас с вами прям настоящая ферма. Можно создавать яблоки. Они разлетаются у нас в разные стороны. Красота. Теперь давайте создадим какого-нибудь врага, который будет охотиться за нашими героями. За байкером и за вот этим кораблем. Так. Пусть у нас враги создаются вот здесь вот. На этом заводе. Берем голову. Добавляем объект, который будет создавать наших врагов. Например, добавим летающую тарелку. Вот так вот. И добавим врага. Пусть это будет коду. Добавить объект. Берем коду. Для коду установим настройки, что он тоже может быть клонирован. Берем изменить установки. Листаем ниже и берем родитель. Теперь коду можно будет клонировать. Наводим мышкой на летающую тарелку. Правой кнопкой берем программу. Когда давайте мы с вами создадим по таймеру нашего второго коду. Нажимаем плюсик. Каждые 5 секунд. Что будем делать? Действие. Создать. Плюсик. Родитель. И берем коду. Хорошо. Вот этот код будет у нас создаваться. Но сам код не имеет никакой программы. Давайте мы ему зададим программу. Правую кнопку на нем. Берем программу. Когда вижу, что мы будем видеть с вами бота. Выбираем байкера. Что мы будем делать? Мы будем двигаться. Смотрите. Мы будем двигаться к нему. Нажимаем плюсик. Быстро. Давайте двойную скорость сделаем. Вот так вот. То есть как только увидит байкера, то этот бот начнет двигаться к нему. Давайте запустим. Посмотрим, что получится. Байкер двигается. Летающая тарелка висит в воздухе. Проходит 5 секунд. Создается коду. И он двигается за байкером. Смотрите. Создается еще один коду. И тоже двигается за байкером. Все они начинают двигаться за байкером. Такая уже группа последователей. Давайте создадим возможность стрелять им. Нажимаем скейт. Выбираем голову. Навоим мышкой на коду. Нажимаем правой кнопкой. Берем программа. Берем делать. Берем стрелять. Нажимаем плюсик. И будем стрелять пульками. То есть у нас с вами эти герои будут теперь стрелять пульками. Хорошо. Переходим к нашему байкеру. Берем голову. Нажимаем правую кнопку на нем. Берем программа. Он двигается по путям. Классно. Берем. Когда. Вижу. Когда вижу. Нажимаем плюсик. Коду. Что будем делать? Будем с вами стрелять. Чем стрелять? Давайте будем стрелять ракетами. Давайте посмотрим, что у нас с вами получится. Теперь давайте запустим нашу игру. Посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот он байкер. Он едет. Ждем, когда появится коду. Берем все коду. У него байкер сразу запускает ракету. Движется дальше. Опять запустил ракету в коду. Так. Смотрим. Появился коду. И ракета сбивает этот завод. Следующей ракетой байкер сбивает следующего коду. Так. Пока что байкер живой. Но. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Опять появился коду. Опять влетит ракета. Конечно, в нашего байкера попадают. Видимо, так долго он не выдержит. Так. Еще раз. Смотрим. Опять в байкера попали. Он пускает ракету. Так. Еще раз. Ну, в принципе, такая небольшая игрушка, которая показывает, что вы можете создавать клоны объектов. Что можете создавать им движения. То, что они могут стрелять друг в друга. Охотиться друг за другом. Довольно уже интересно. Опять. Может быть, надо больше коду сделать. Давайте попробуем количество наших героев увеличить. Нажимаем на голову. Наводим на нашу летающую тарелку. Берем программу. И, конечно, давайте не каждые 5 секунд сделаем. А, например, каждую одну секунду будет создаваться наш новый коду. Теперь посмотрим, что у нас с вами получится. Запускаем игру. Смотрим. Коду создался. В него летит ракета. Еще один код. Еще ракета. Слишком много. Смотрите. Нашего героя сразу уничтожили. Ну и, в принципе, мир наш тоже начинает исчезать. Потому что все они стреляют друг в друга. И во все объекты в нашем мире. Так. Слишком много за раз. Слишком много коду. Хорошо. Давайте попробуем сделать их не так часто. Берем голову. Наводим мышкой на нашу летающую тарелку. Берем программу. И будем создавать каждые 2 секунды. И количество жизней у нашего байкера давайте мы с вами увеличим. Нажимаем на нем правой кнопкой. Берем изменить установки. И листаем ниже. Показать жизни. И количество жизней мы с вами установим ему побольше. Чтобы он смог побольше у нас поездить. Когда слишком много у нас противников. Нажимаем старт. Смотрим. Появился коду. Ракеты его сбиваем. И еще снова коду. Опять сбиваем ракетой. Так. Пока что живем. Но количество жизней конечно будет не лишаться. Потому что слишком много врагов. Вот он как-то все враги. Он избивает. Но. Игра заканчивается. Очень много врагов появилось. И все они продолжают стрелять. Классно. То есть таким образом вы научились создавать клоны ваших героев. Конечно можно создавать им интерактивную программу. При которой они могут охотиться друг за другом. Стрелять. Пускать ракеты. Убегать. Не обязательно пускать его по путям. Можно сделать так. Чтобы он убегал в свободные случайные места. Тогда его движение будет более интересным. И таких героев можно добавить несколько. Причем добавить еще одного героя. Например ровера. Которым вы должны пробраться между этими героями. Которые стреляют друг в друга. И остаться живым. То есть пройти из точки А в точку Б. Остаться живым. Не имея возможности стрелять. Когда идет вокруг вас целая битва. И так если вам нравятся такие уроки. Вы знаете что делать. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Задавайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо.